всем привет сегодня я расскажу вам о этапах написания этой работы это будет действительно интересно по что сегодня у меня серая бумага меня зовут юля сайфан я художница моем канале два раза в неделю выходят видео среду и воскресенье среднее время я пишу в основном гуашью и так и те кто захочет рисовать со мной фотореференсы под этим видео отдельно фотореференс дерево и отдельно фотореференс ребенка сидящего в ракурсе снизу вверх интересно начать с неба писать через негативное пространство позже вы увидите каким образом я начинаю работу сейчас о цветах ствол дерева я писала цветом умбра жена и небо у меня есть готовый такой цвет практически в каждом своем видео я говорю о цвете sky blue это ультрамарин с белилами он у меня разведенный в банке отдельный крону дерева я писала оливковым зеленым посмотрите как сейчас по тону рядом с этим серым цветом бумаги крона поэтому она там посажена в глубине в работе и не мешает не рвется на передний план на стволе дерева небольшие мазки цвета маджента я отношу этот цвет холодным красным он между фиолетовым и красным теперь о скафаже скафаж как вы знаете это человек пейзажа еще будет ряд теплых оттенков для кожи цвету курточка желто-зеленого цвета подошва обуви которую видно я буквально одну каплю поставила сырулиум блю лифта лоблю можете брать вместо этого оранжевая светлая для кожи жженая сиена киноварь или вермиллион что вам угодно вермиллион он теплее киноварь холоднее немножко лица ребенка на свету белила с флуоресцентным розовым ну и внизу работы на заднем плане серая велелась черным показываю какой бумагой я пользовалась это клер фонтен серый оттенок плотная 250 грамм на квадратный метр в альбоме 30 листов я взяла половину а4 это формат опять под листом бумаги странная серо-белая штука это просто кусок пластилина чтобы лист приклеенный картонки не скользил вниз когда я рисую потому что я рисую на наклоненной плоскости записываю небо чтобы проявить негативное пространство пишу без добавления воды хочу сохранить эффект сухой кисти чтобы были просветы бумаги вот так как она у меня серая она там отлично работает она не вырывается как вырывался бы белый цвет на нас кроме этого выстраиваются цветовые отношения для такой техники прекрасно подходят щетинистые кисти от них остается приятный рваный след если у вас есть какие-то вопросы по данной технике вы просто спросите меня и если попадаются вам на ю тубе мои видео желательно посмотрите когда я их делала потому что если это свежие видео конечно же по свежим следам легко отвечать на вопросы но когда видео три года бывает что мне тяжело вспомнить потому что я давно ушла вперед в листе я пишу крону деревьев аккуратно ставлю мазок и смотрю внимательно чтобы был баланс светлых пятен и темных пятен хожу на дерево ребенка думаю какого цвета будет его кожа должна быть темнее чем сейчас уточняю по силуэту это легко сделать как бы отрезаю кусочки вокруг в этом прекрасно работать светлыми по темным далее я прописываю стоп аж и думаю о том что стоит добавить еще розового на фон продолжая работать над персонажем на этом этапе я согласна с тем чтобы был сзади розовый но его слишком много я решаю убрать не окончательно оставить небольшие розовые просветы что мне это дает у меня есть отдельное видео называется она вибрация цвета я вам его рекомендую посмотреть в общем здесь речь о том что мой розовый и мой голубой на заднем плане они одинаковые по тону но когда это два разных цвета стоящие рядом они создают что-то похожее на движение воздуха тут абсолютно не важно какие материалы вы пишете если вы знаете основные законы живописи работаете с тоном понимаете цвет то совершенно нет никаких преград в техниках далее в работе уже нет никакой важной информации я заканчиваю на сегодня свое видео ставьте лайки подписывайтесь делитесь своими впечатлениями желаю вам творческого настроения до встречи на моем канале подписывайтесь на мой канал